Капхэд Результат превзошел все ожидания Недавно студия MDHR объявила, что за 10 месяцев с момента выхода удалось продать 3 миллиона копий игры О трехкратной платине мечтают не то что инди-разработчики, даже крупные издатели А в следующем году Капхэд получит дополнение The Delicious Last Course с третьим персонажем Мисс Чашей, Новым Островом, Боссами и Оружием Эксклюзивный контракт с Microsoft заканчиваться не собирается, так что ни основная игра, ни DLC на PlayStation 4 не выйдут С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru в сегодняшнем выпуске Новую Diablo могут показать в этом году Monster Hunter World сотрясает Steam Безумие и караваны в Rage 2 Отсутствие Капхэд на PlayStation 4 не мешает Sony ставить рекорды Недавно компания сообщила, что за последние 24 года с момента выхода первой PlayStation в Японии продала 525 миллионов консолей семейства В честь этого события производитель выпустит юбилейное издание PlayStation 4 Pro с полупрозрачным темно-синим корпусом, украшенным памятной медной табличкой с серийным номером В комплект также войдут геймпад и камера в аналогичном оформлении В Северной Америке продажи начнутся 24 августа, но достать приставку будет непросто Мировой тираж ограничен 50 тысячами Серия Дьявло немногим младше PlayStation и тоже не собирается сдавать позиции, несмотря на возраст Blizzard уже давно публикует вакансии с толстыми намеками на следующую часть Но лишь недавно менеджер по работе с общественностью Брэнди Кэмэл рассказала, что в кузницах Blizzard сейчас настоящая жара Кипит работа сразу над несколькими проектами в дьявольской вселенной Первые подробности ожидаются в этом году, ждем близко Torchlight многим понравилось даже больше Дьявла, и в этой серии тоже ожидается пополнение Torchlight Frontiers делает еще больше выраженный акцент на онлайне, но это все тот же Дьявлоид с процедурной генерацией Разрабатывает игру не Руник, эта студия закрылась, а Эхтра Геймс Но не торопитесь ставить на проекте крест, ведь работу возглавляет один из создателей дилогии Макс Шейфер Релиз назначен на следующий год, а на официальном сайте уже принимаются заявки на бету Приближая Torchlight к ММО, Шейфер рискует не так сильно, как рисковала Capcom Подверстывая Monster Hunter под вкусы западной аудитории В недавнем интервью руководители компании рассказали, что очень переживали за Сирию В Японии у нее дикая популярность, и решение об экспорте могло разочаровать многомиллионную армию фанатов Но все пошло по наилучшему сценарию Monster Hunter World уже купили больше 8 миллионов человек А недавний ПК-релиз стал крупнейшим в этом году среди всех игр Steam Она вошла в десятку самых популярных игр сервиса по пиковому количеству игроков за всю его историю А также отняла у Dark Souls 3 титул самого успешного японского проекта в Steam Боялась Capcom и The Remake Resident Evil 2, ведь вместо фиксированных ракурсов там камера из-за плеча Но реакция на E3 доказала, что разработчики пошли по верному пути Конечно, финансовые показатели вопрос далеко не последний, но компания уверяет, что, цитируем Предпочитает игру на 9 баллов с продажами похуже, чем игру на 6 баллов с продажами получше Верим-верим, ведь Street Fighter V совсем не из второй категории Rockstar предпочитает игру на 10 баллов с продажами выше некуда На что недвусмысленно намекает первый геймплейный трейлер Red Dead Redemption 2 Почти все, о чем рассказал закадровый голос, мы узнали еще в мае Но теперь это можно увидеть своими глазами Удирая от преследования, группировка Артура Моргана будет разбивать лагеря, куда предстоит приносить туши убитых животных и другую провизию Именно там участники банды будут спать, есть, играть в игры и общаться С каждым придется налаживать отношения, в чем помогут вечерние посиделки у костра С конем тоже лучше подружиться, иначе скакун может взбунтоваться в самый неподходящий момент Больше всего пока впечатляет система морали Конфликты позволят решить мирно, любой персонаж может стать вашим другом или врагом А совершив преступление, можно попробовать запугать свидетеля, ведь если вашу вину не докажут, деяние сойдет вам с рук Во всяком случае, за оружие вы всегда успеете взяться, и это, впрочем, не самый плохой вариант Стрельба здесь проработана до мелочей, начиная физикой, отдачей и заканчивая анимацией перезарядки В следующем ролике разработчики расскажут про миссии, ограбления, группировки и занятия в открытом мире Red Dead Redemption 2 явилась миру незадолго до начала QuakeCon, отметившегося парой интересных показов Незадолго до фестиваля Bethesda огорошила фанатов новостью о том, что Fallout 76 не выйдет в Steam Посмотреть, во что превратилась серия, смогут лишь пользователи Bethesda.net Новость о переводе Quake Champions на условно-бесплатную модель, прозвучавшую в начале мероприятия, удивляет куда меньше Шутер явно засиделся в раннем доступе, а так недолго и аудиторию растерять The Elder Scrolls VI не показали. Почти все внимание досталось The Elder Scrolls Online Уже 14 августа на ПК и macOS станет доступно посвященное оборотням дополнение Wolfhunter А 28-го оно доберется до консолей Поток расширений даже не думает прекращаться Осеннее Мёрк Майер перенесет игроков на родину Арганиан Чернотропье При всем уважении к криптилоидам Арганиане уступают разукрашенным панкам, гоняющим по пустоши на безумных машинах Avalanche показала 7 минут Rage 2 с подробным рассказом об игре Действие происходит спустя 30 лет после событий первой части Мир восстанавливается от глобальной катастрофы, уже появились болота и джунгли Главный герой отправляется в странствие после того, как на его родной город Вайнленд напал отряд правительства В продемонстрированной миссии, выданной доктором Квассиром из первой части, нужно добраться до космического центра Эден и призвать спутник с орбиты Здание напичкано психопатами из фракции Костоломы, самым беспринципным и кровожадным из всех, кто встретится нам на пути Группировок обещают целую кучу, но в трейлере показали лишь несколько, в том числе элитных солдат Пелены Бессмертия Обживших канализацию мутантов Абадона и промышляющих пиратством речных кабанов У каждой банды свой транспорт, кто-то предпочитает БТР, а кто-то багги и мотоциклы Есть у них и караваны, которые, как вы правильно догадываетесь, можно грабить Впрочем, одолеть эти крепости на колесах под силу не каждому, тем более, что у каждой фракции своя тактика и свое вооружение Игрока наделят чем-то вроде ультра-комбо из файтингов После заполнения специальной шкалы во время сражений можно активировать режим «Прилив адреналина», повышающий урон и дающий особые умения В сиквел вернется бумеранг с лезвиями, который можно сделать самонаводящимся, так что враги не избегут попадания даже за укрытиями Ролик оборвался на самом интересном месте — на встрече с гигантским мутантом Показ Rage 2 оказался лишь разминкой перед настоящим безумием под названием Doom Eternal Ид Софтвер дала понять, что с переносом действия на Землю Doom ничуть не потеряла в динамике и жестокости Палача Рока наделили новыми умениями и оружием Теперь у него есть плечевой огнемет, выдвижной клинок в руке, баллиста, пронзающая врагов взрывающимися стрелами Супер-дробовик с подствольным мясным крюком и способность рывок Монстров обещают в два раза больше, чем в прошлой части Тут и обновленные версии классических тварей из Doom 2 вроде Элементаля Боли или Арахна Трона и оригинальные Будет и второй герой — Мародер, но пока мы ничего о нем не знаем Противников позволят буквально разрывать на куски, в чем поможет новая система Destructible Demons Еще интереснее то, что в них можно будет вселяться и вторгаться в матчи других игроков, совсем как в Dark Souls Уровни прибавили в вертикальности, а их разнообразие поражает Тут и космическая станция Фобос, и загадочные храмы, и даже некое подобие Колизея Doom Eternal работает на IdTech 7, якобы в 10 раз превосходящем шестое поколение движка по уровню детализации геометрии И выдающим невероятно подробные текстуры О частоте смены изображения создатели говорят уверенно — 60 кадров в секунду А вот о сроках релиза по-прежнему молчат Но обещают не обойти стороной Nintendo Switch Какие проекты вышли совсем недавно и какие увидят свет на этой неделе, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Геймс Бленда» Думаете, в кулинарные симуляторы играют только девочки? Безумная кухня Overcooked 2 с вами не согласна Критики называют сиквел одной из самых веселых кооперативных игр на рынке, так что пора распрощаться с фобией виртуальных кастрюлей сковородок Аркадный симулятор вышел на PC, Xbox One и Nintendo Switch Хотите больше стратегий и меньше хауса? 14 августа вас ждут в шпионском мире Phantom Doctrine, которая выйдет на трех основных платформах Искомоподобной тактики сейчас не меньше, чем двухмерных клонов Dark Souls Принадлежащие ко второму жанру, Death's Gambit появятся на ПК и PlayStation 4 в тот же день Тогда же асимметричный мультиплеерный экшен с озвучным названием Death Garden запустится в раннем доступе Steam и будет бесплатным в течение недели Его сделали авторы Dead by Daylight и по сути это то же самое, только против одного выступают не четверо, а пятеро игроков А стилистика напоминает не ужастик категории B, а бегущего человека Те же зомби, только в профиль Надеемся, что не скажем так про четвертый сезон The Walking Dead Первый эпизод которого Telltale Games тоже выкатит во вторник Разработчики взяли новейшую версию своего движка из Batman The Telltale Series И добавили незаскриптованные столкновения с врагами Но поможет ли это достойно закончить историю Клементины? Кстати, авторы не исключают возможности продолжения с другими героями, так что мертвецы еще походят Шум конвейерной ленты Telltale не собирается затихать точно так же, как война в Азероте 14 августа World of Warcraft получит седьмое дополнение Битва за Азерот С новыми зонами, подземельями, расами и морем другого контента Кстати, прошлые расширения покупать уже не нужно Обновленная подписка включает все аддоны, кроме последнего Deus Ex для бедных Так успели прозвать State of Mind от The Dalek Entertainment, который посетит основные платформы, включая Nintendo Switch, в среду Это не ролевая игра, а приключение Но как тут удержаться от сравнений, когда квадратный Адам Дженсен, простите, Ричард Нолан, пытается высвободить квадратный футуристический мир из сетей мирового заговора? Всем спасибо за то, что были с нами Не забывайте, как всегда, на нашем канале вы можете найти новые ролики и дневники разработчиков, переведенные на русский язык На 3D News вас ждут новости из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов На прошлой неделе мы выяснили, как ранний доступ преобразил метроидванию Dead Cells И придирчиво изучали сборник Mega Man X Legacy Collection с переизданиями восьми частей серии Ставьте лайки, подписывайтесь и рассказывайте о нас всем, кому это может быть интересно До встречи в следующих выпусках GamesBlender, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok